Здравия, дороги! Сегодня, наконец-то, настал этот замечательный, счастливый день. Я доделал свой пепиватсу версия 2. Сегодня буду коптить рыбу, я подготовил рыбу. Это у меня коптильня горячего копчения, выполненная из армейского термоса на 12, по-моему, литров. Сразу же возникает вопрос, где такой берется? А все очень просто. Просто берется на авито, их там хоть, как говорится, хоть чем можно есть. Их полно на авито. И, ну, как бы, сейчас более подробно покажу и расскажу, что из себя представлять, как сделать из армейского термоса коптильню. Вот, тут все на самом деле очень просто. Собственно говоря, что из себя представляет сам термос? Сейчас, когда два бака, один в другом получается. Вот этот вот вкладыш. Заглядываю внутрь, внутрь. Он был покрашен, вот видно там внизу, да, что дно обгорело немножко. Это я его прожигал специально и наждачкой зачищал. И в него вставляется вот такой вот вкладыш. Бывает алюминиевый, у меня из нержавейки вкладыш. Во вкладыше я вырезал Дима, съездил к Диме, Дима Зампотехни вырезал отверстие ровно. Красиво и аккуратно. И я насверлил сам отверстие под решетки. Вставлять сюда, здесь будут вставляться вот такие вот шпажки бамбуковые. Ну, во всяком случае, пока на первое время, потом может быть что-то еще сгорожу. И все, собственно говоря, вся конструкция, то есть, а, не вся еще, вниз, он туда ложится щипа. Я сейчас буду рыбу заряжать, покажу это все. Вниз, вниз туда добавляется щипа, бак. Вкладыш устанавливается на место. И в крышке я сделал отверстие, просверлил, да, для того, чтобы, видите, здесь тоже побольше отверстие, для того, чтобы выходил дым и излишки давления устраивать. Я сначала ставил сюда кран, ходил через кран, это все дело. Но в процессе, как бы, при тестовом первом запуске оказалось, что это вообще кран там нафиг не нужен. Не так уж и много дыма выходит, как бы, не сильно чадит. И перекрывать его вообще смысла нет никакого. И это ни к чему. Так, ну сейчас, значит, загрузка щипы. Сейчас я сначала, наверное, загружу, одной рукой снимать, другой грузить неудобно. Я сейчас сделаю и покажу вам. Так вот, на дно помещаю вот такую, своеобразную такую тарелку. Это для чего? Это для того, чтобы потом прогоревшую щипу не вытаскивать оттуда, просто не дым не собирать. По поводу объема щипы. Небольшую пригоршню, вот такую, и еще чуть-чуть. Я тут посмотрел, я посмотрел этот канал Максима Сокулевича про копчение. Можно по-разному к этому мужику относиться. Особенно там после того, как он начал обзоры тушенок снимать. Но я, когда вчера, никто, я как бы роликов много там посмотрел про копчение. Более понятно и как бы доходчиво, кроме Максима, наверное, больше. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Мне кажется, что вот и у него ролики очень доходчиво, понятно, все показано. И вот по его рекомендации, как бы первый раз, я обычно ложил больше, намного полмешка засыпал там дно. Максим рекомендует ложить немного, вот жменьку пригоршню, щипы, и еще чуть-чуть сверху. Вот я точно так же сегодня делаю. Небольшое количество щипы, чтобы ее потом собирать оттуда легко было. А я фольгу ее подпустил. Вставляем. Во, на место ставим. В качестве источника тепла я использую вот такую обычную плитку. За косарь купил в магазине плитку, сходил, разорился. Щипа абрикосовая. Есть у меня черешня еще и есть буква. Не знаю, я никакой, лично я, никакой разницы, какая щипа вообще не заметил. Говорят, там, горчит, привкус, там, кислит кого-то, не знаю, ничего, никакой разницы. Вот. Самое лучшее, на мой взгляд, самое простое, это береза. Просто кору березы очищаем, чтобы она вот тогда, если кору не убрать, будет горчить березы. Устанавливается вся конструкция на плитку. Вот. И сейчас буду загружать рыбу. По поводу рыбы, надо сказать, я сегодня копчу рыбу. По поводу рыбы, нужно сказать, у меня терпу, кстати. Я тоже это, как бы, ну, у Максима обратил, как бы, услышал я Максима, опять же Сокулевича, что нужно рыбу подсушить перед копчением. Раньше тоже никогда так не делал, просто брал рыбу, сразу же разрезал, солью и сразу в коптильню закидывал. Сейчас я, значит, что я делал, что я делал с рыбой. Я засолил сухим посолом, ну, то есть я насыпал соли, оставил ее на ночь в холодильнике, почти сутки она у меня, ночь пролежала, короче. Достал ее оттуда, промыл водой, повесил сушиться, и вот она у меня сегодня целый день подсыхала. Ну, не здесь, конечно, на кухне, сейчас она такая, достаточно сухой терпук у меня. Вот, и сейчас я его буду загружать непосредственно в коптильню. Ну, а таким образом пока, там у меня насверлено отверстие для того, чтобы наставлять шпажек, если в несколько рядов, как бы, продукт укладывать. Ну, а сегодня всего две рыбины, я их подвешил, ну, на те же шпажки. Теперь мы это все дело закрываем. Плюс у термоса, вот у этого армейского, то, что он закрывается герметично и плотно на вот закрутки, вот на эти. Если вы не хотите, чтобы дома воняло, можно, здесь видите, у меня штуцер сделан, можно вот этот, на этот штуцер надеть трубочку и высунуть, вывести трубку в окошко. Силиконовые трубки бывают специальные. Сейчас включаем на максималочку. Пошел немножко дымок, плохо видно на камеру. На старте температура 20 градусов, сейчас 33, прошло минут 10 буквально. Чем хороша еще конструкция, хотел сказать. Здесь сверху присутствует ручка, снизу тоже дым повалил, там у меня сейчас только на ней парафин кипятил, видимо попала грязь какая-то. Есть ручка и можно переносить, в принципе, там даже лямки сзади пристегиваются для переноски. Можно упереть куда-нибудь, поставить на костер или увезти на дачу, на дачу на мангал поставить. И точно так же коптить универсальная вещь получается. Вот, смотрите, дым пошел. Сюда можно шланг, 36 градусов уже. Можно шланг надеть, вывести в окошко, но я просто относишься на балконе открою, и все и будет пахнуть немножко копченым. Вот, вот такие дела. Ну, примерно весь цикл, где-то она минут через 40, наверное, нагреется, и еще плюс-то минут 20, пока птица. Я пока пойду картоху сварю. 77 градусов внутри. Немножко открыть, выпустить дым. По рекомендации Максима Сокуревича. Заодно глянем, что у нас там происходит с рыбой. О! О! Красота! Там, наверное, не видно. Красиво. Максим рекомендует выпускать дым каждые 10 минут. В этом смысл есть, конечно. Досниму-то, закрой. Ну, как бы, процесс идет. Сразу 77 до 68. Температура упала после открывания. Я же должен был посмотреть, что там у меня происходит. Да, в принципе, небольшое количество щепы прогорело. Ну, еще, как бы, немножко есть, но основной дым прошел. Тут, оказывается, Максим прав был, потому что, ну, не надо, это ж не холодное копчение. Прогорела щепа, как бы, еще немножко, как бы, продукт дым принял вкус, запах, цвет получил. А дальше готовится, просто запекается, вон, в тепле. Ну, так что, респект, уважуха, как говорится. Что-то, кого-то, 75 градусов больше не поднимается. То ли из-за того, что на улице, сегодня на балконе холодно. То ли, что. Ну, короче, решил я пробую снять одну рыбину, все достану. Это же, первый запуск у меня, как бы, получается, я еще не знаю, как она работает. Одну сейчас вытащу и попробую, чтобы понимать. Полтора часа, примерно, с момента запуска, вон она, национальная. Красота какая тут. Отстанем одну рыбину. А, вкуснятка какая. Сейчас отнесу ее на кухню, попробую. То ли готово, то ли нет. И от этого потом дальше спешу. Все готово. Прямо от костей само отваливается все. Значит, рыба готова. Я уже попробовал. Еще раз попробую. Обосраться просто можно. Еще раз хочу сказать, что Закулевич правильно все сказал. Я на его, на его видосы оставлю ссылку в описании, потому что, ну, на самом деле, очень доходчиво он все объяснил правильно. И практика показала, что все правильно рассказал. Рыба снаружи получилась сухая, но внутри прямо вот весь жир, все соки у рыбы остались внутри. Небольшое количество совершенно. щипы много не надо сыпать. Короче говоря, все по, по, это, грамотно, все хорошо. Максиму Сакулевичу объяснил. И все ништяк. Я, короче, сейчас буду есть. А на этом у нас сегодня все. Всем спасибо. До свидания. Всем копчушек. Единственный момент, с которым я не согласен, с Максимом Сакулевичем, это то, что надо рыбе дать полежать еще сутки. Потом только есть холодные. И вот тут я с ним категорически не согласен, потому что, ну, офигенно вкусно просто. Вот теперь точно все. Гоу-про стоп видео.